Отдельно хочу рассказать про такую жирную кислоту, как альфа-линоленовая кислота. Она тоже считается омега-3, хотя это не совсем так. То есть это про омега-3. То есть из этой жирной кислоты мы можем получить и козапентаеновую, и докозагексоеновую жирные кислоты. Но для этого альфа-линоленовая кислота должна пройти некоторое превращение. Сейчас я вам покажу. То есть мы можем в качестве источника омега-3 съесть, например, ложку льняного масла. Это 8 граммов примерно. Но механизм конвертации ненастоящей омега-3 в настоящей омега-3, она очень мала в человеческом теле. Составляет она всего 2-4%. У некоторых людей этот ферментный механизм почти полностью отсутствует. Когда такой человек пытается получить омега-3 из растительных источников, то в лучшем случае он получит 1-2%. У некоторых людей чуть лучше этот ферментный механизм работает, но даже в этом случае конвертация альфа-линоленовой кислоты в настоящие омега-3 составляет 7-10%. То есть для получения своей суточной нормы настоящих омега-3 и квазопентоиновой и докозогексиеновой жирных кислот нужно съесть 45 грамм льняного масла. И тут мы возвращаемся к нашему постулату, что все есть лекарства и все есть яд. Если мы съедим 50 граммов сельди, мы получим свою суточную норму омега-3 без дополнительных полиненасыщенных жирных кислот. Если мы съедим 45 грамм льняного масла, то мы возможно получим суточную норму омега-3, но при этом получим также 40 грамм полиненасыщенных жирных кислот, которые, как мы помним, в количестве большем, чем нам нужно, будут наносить вред. И также есть еще важная информация про альфа-линоленовую кислоту, которую вам нужно знать. Альфа-линоленовая кислота является самой быстро окисляемой жирной кислотой. Она окисляется практически моментально. Как только из семечка льна выдавили масло, оно сразу начинает окисляться. А окисленное масло, как мы помним, это яд. И из-за этого стремительного окисления альфа-линоленовая кислота теряет свои полезные свойства очень быстро. Поэтому, даже если вы все-таки хотите получать свои омега-3 из льняного масла, нужно его очень часто менять, и оно должно быть свежайшим. В любом другом случае, как бы, я не вижу причины, по которой стоит есть льняное масло. Нагревание еще сильнее ускоряет это стремительное окисление. Поэтому, употребляя в пищу хлеб из льняной муки, вы делаете себе только хуже. Я вам не рекомендую есть хлеб из льняной муки. И некоторые производители частично гидрогенизируют такие масла, которые содержат большое количество альфа-линоленовой кислоты, чтобы скорость окисления уменьшалась. Но гидрогенизированные масла, это трансжиры, они еще хуже, чем полиненасыщенные жирные кислоты. Трансжиры вообще не должны попадать в наш организм, поэтому я их даже не рассматриваю в контексте данного видео. Просто имейте ввиду. Все есть лекарство и все есть яд. Зависит от количества. Встретимся в других видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok